Сейчас здесь стоят машины. Еще месяц назад были вековые сосны ленточного бора. Первая парковка у перинатального центра ДАР через неделю будет сдана в эксплуатацию. Вторую, напротив самого медучреждения, обещают построить к концу октября. Пока здесь устанавливают бордюры. В планах – расширение дороги и строительство тротуаров. Раньше пациенты оставляли автомобили между деревьев и на проезжей части на обочине. Приходят, а машины нет. Гречники их забрали. А почему? Потому что здесь автобусы, ходят маршруты, не могут разъехаться. То есть мы специально доводим весь объект до технических условий, позволяющих беспрепятственно разъезжаться машинам и обезопасить ситуацию. К благоустройству территории около перинатального центра возникает много вопросов. В первую очередь у экологов. Строители парковки вырубили более 400 вековых сосен. Эксперты бьют тревогу. Барнаульский ленточный бор уникален. Поэтому к вырубкам нужно относиться разумно, чего пока наблюдатели не замечают. Меняется климат, а региозация климата происходит. Это объективный факт. И все, что нас защищает, создает нам благоприятную окружающую среду – это леса. Барнаульский ленточный бор. Он очень маленький. И он конечен. Если просто дальше, вот в таком же ключе будет развиваться эта ситуация, возникнет новое какое-то учреждение. Ему нужна очередная парковка. Потом нужны подъездные пути и так далее. Мы скоро без леса просто можем остаться. Урон, нанесенный городскому лесу, пора измерять не вырубленными деревьями, гектарами, говорит Алексей Грибков. Только под медицинский кластер центрального района выделено тысяча гектаров ленточного бора. А всего в Барнауле их 4 тысячи. Думали ли при проектировании медкластеря и его благоустройстве об экологии? Похоже, что нет. Планировкой парковки занималась компания «Алтайкоммунпроект». Его начальник Вячеслав Котов отказался от комментариев. Заявил, что не желает объясняться перед жителями города. В мэрии ответили. Другую территорию стоянки даже не рассматривали, поскольку считают это нецелесообразным. Застройка данных земельных участков ведется с ранее разработанным проектом планировки межевания территории. Этим занимались непосредственно уже краевые структуры. Это было сделано ранее. В настоящий момент мы лишь в рамках намеченных для нас территорий выполняем работы по строительству парковочных мест в организациях, устройству тротуаров, освещения и уширению проезжих частей. Ежедневно сюда поступает несколько десятков новых пациентов. Очевидно, что перинатальному центру необходима собственная парковка, как нужен и сам медкластер. Но выходит, планы по застройке не предполагают планов по восстановлению ленточного бора. Даже если сегодня власти города выйдут на улицы Барнаула и посадят по одному дереву, оценить плоды их труда смогут лет так через 70. Именно столько будет и детям из перинатального центра ДАР. В каких условиях будет жить целое поколение, неизвестно. Жители соседних домов подозревают, что уничтожение зеленого фонда продолжится и дальше. По ленточному бору периодически ходят замерщики. Для чего проводятся эти изыскания, пока неизвестно. Но очевидно, что рубки не закончены. Возможно, и медицинский кластер будет разрастаться дальше. Только вот почему-то развитие здравоохранения идет в разрез. Забота об экологии и сохранении уникального ленточного бора. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.